И начнем мы с темы, которая озадачила многие казахстанские семьи. Я сейчас говорю о людях, которым в прямом смысле вышвыривают на улице. Арендодатели не жалеют ни семьи, ни молодых студентов, и в погоне за быстрой выгодой готовы оставить казахстанцев без крыши над головой. Историй на самом деле много. Кто-то узнает о том, что их выгоняют за несколько дней, другим на сборы дают считанные часы. Почему выгоняют? Потому что хотят поднять цены сразу в два, а то и в четыре раза, из-за резкого спроса со стороны приезжих россиян. Мы нашли тех, кого просят покинуть арендное жилье, и узнали, чем аргументировано решение хозяев. Материал отделил Нербаева. Такие сообщения начали получать казахстанские студенты и не только. Выгонять из квартир начали повсеместно, невзирая на то, как долго люди арендовали жилье. Изначально он хотел нас сообщать сдавать. Потом передумал, у нас 160 договорились, договор поставили. Через дней 5, по-моему, он позвонил и сказал, я поднимаю эту оплату на 20. Квартира. Но квадратура, конечно, маленькая, ремонта тут не особо много. И мебели не было толком. Но, в принципе, для россиян, которые приедут сюда, будут жить, приемлемо такое. Чрезмерно предприимчивые арендодатели преимущественно в Астане и Алматы. Стоимость квартир в столице увеличилась вдвое. В Алматы примерно на 70%. Но даже по завышенной цене найти свободное жилье студентам практически невозможно. Хозяин дома говорил, что хочет семейным дать, и чтобы мы нашли другую квартиру. И мы уже вот три дня ищем с объявлений крышек ИЗД. Смотрим разные варианты. Но студентам не дают. Но тупо не дают студентам. Особенно мальчикам не дают. Один риэлтор сказал, что все квартиры уже выдали россиянам. Сами хозяева квартир в один голос твердят, что спрос вынуждает их повышать цену. При этом понимают, ситуация продлится недолго. Пережидать людям, оставшимся без жилья, приходится на улице, вокзалах и у круглосуточных банкоматов. Радует, что в этой ситуации есть люди с совершенно другим подходом. К примеру, группа столичных риэлторов объединилась для поиска жилья обездоленным. С коллегами списались. Я объяснил, у нас тут порядка двух тысяч человек. Даже если каждый по тысяче тенге скинется, даже хотя бы. А так вообще в идеале две-три тысячи тенге. Мы можем там порядка, достаточно человек хотя бы двести мы можем расселить. Где-то как-то там коттедж снять и сделать из этого коттеджа своего рода как хостел, чтобы они там жили. Эксперты по недвижимости сами в шоке от ситуации на рынке. С неадекватными запросами хозяев сталкиваются и сами риэлторы, которых ставят перед фактом – платите больше или уходите. Они думают, что это будет так всегда. Они не думают о завтрашнем дне, что завтра это все-таки закончится. Что люди поймут, что это жилье не стоит таких денег. И будут все равно снижать цену. Юристы советуют тем, кого выгоняют за порог с вещами, не торопиться уходить. Доказать имеющиеся договоренности по стоимости и сроку аренды квартиры очень просто. Даже если нет письменного договора, в ход могут пойти переписки и чеки об оплате или переводе. Даже если его нет в письменном виде, в бумажке такой, да, то все равно это в юридическом смысле считается договор. Сам человек, сам арендодатель просто так говорит, а вот я сейчас беру его и расторгаю. Все, считаю его нет. Нет, так это не делается. Расторгается договор так же, как и заключается, с взаимного согласия. Юристы при этом рекомендуют арендаторам так же добросовестно оплачивать аренду и собирать доказательства. Если же разбирательство дойдет до суда, то эта процедура может продлиться несколько месяцев. В это время выгонять квартирантов по закону тоже нельзя. Адилю Нербаев, Медит Исапанов, Студия 7